Здравствуйте! В эфире новости дня. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях в городе-области. В студии Татьяна Штылер. И вначале коротко некоторые темы выпуска. Десять школ в Оренбургском районе закрыты. Ученики перешли на дистанционное обучение. Песок вместо икры. Предприниматель Изорска отдал свыше 1 миллиона рублей мошенникам за деликатес. В Оренбурге безработных стало меньше. А в каких сферах могут предложить работу жителям области? У педагогов Оренбуржья повысится зарплата. Кого коснется новое постановление правительства области? Выпускной в школе фермеров. Оренбургские аграрии завершили обучение. Десять школ в Оренбургском районе с 14 декабря перешли на дистанционное обучение. Такое решение принято на заседании районного оперативного штаба. Это связано с увеличением среди учеников количества заболевших ОРВИ и гриппом. Закрыты школы в Ивановке, Екадоле, Подгородней Покровке, Нижнепавловке, Южном Урале. Две школы в поселке имени 9 января, Неженке и два образовательных учреждения в поселке Пригородный. Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, школа закрыта на инкубационный период. Это семь дней. Затем будет принято решение о возобновлении учебного процесса или продлении дистанционки. Остается высоким порог и в Оренбурге. Уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников от 7 до 14 лет превысил областной показатель в полтора раза. Все учебные заведения областного центра, а также кружки и секции закрыты до особого распоряжения Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Сейчас к обновленным данным по коронавирусу в Оренбурге. За последние сутки Федеральный оперативный штаб вновь сообщает о 9 летальных случаях. С начала пандемии в регионе от осложнений COVID-19 скончались 3301 человек. Новых случаев заражения зафиксировано 227. Выздоровели и закрыли больничные листы во вторник 338 оренбуржцев. А мы продолжаем. Администрация Орска объяснила, почему ремонт в 49-й школе не получится закончить в срок. Строителям пришлось скорректировать график сдачи объекта. Причина – несвоевременная поставка материала. Плиты перекрытия пришлось ждать. Сейчас все материалы в наличии. Железобетонные перекрытия смонтированы. Идет укладка кирпичного парапета и наружных стен по периметру здания. После завершения основного ремонта, пояснили в администрации города, подрядчик приведет в порядок школьные кабинеты. Внутренняя отделка запланирована на будущий год. Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Напомним, школа 49 закрыта с марта этого года. Там протекала крыша. Из муниципального бюджета на ремонт учреждения выделено более 40 миллионов рублей. И к официальным новостям. Более 200 миллионов рублей на медицинское оборудование из федерального бюджета. Увеличение прожиточного минимума. Единовременные выплаты семьям с тремя и более детьми для улучшения жилищных условий. Эти и другие темы обсудили во вторник на очередном заседании правительства области. Первое в списке актуальных – увеличение зарплат педагогам. Но коснется оно пока лишь тех, кто преподает в школах, где в этом году значительно возросло количество учащихся. Это образовательные учреждения Бузлука, Новотроицка, Орска, Оренбурга, Адамовки, Бузлукского, Оренбургского, Ташлинского районов и Сорочинского городского округа. Подписал все документы, связанные с тем, чтобы выделить дополнительные счеты. 350 миллионов рублей на зарплаты педагогов во все районы и муниципальные образования. Хотел понять все. Уже законодательным собранием отработали для того, чтобы деньги были все погружены в бюджет. Ну и предусматривали распределение всем, у кого не хватает для того, чтобы мы в полном объеме, во-первых, поддержили уровень зарплаты, во-вторых, категория образования – одна из самых важнейших, на которую, конечно же, мы будем всегда обращать внимание. Увеличение финансирования ждет в ближайшее время еще одну социально значимую сферу – здравоохранение. Более 200 миллионов рублей получит область из федерального бюджета на покупку кислородных концентраторов. Оснащение медклиник позволит улучшить оказание медицинской помощи пациентам, в первую очередь, больных коронавирусом. Точечную финансовую помощь получат и отдельные жители региона. Губернатор в ходе заседания вернулся к истории семьи Погорельцев и села Никольское Оренбургского района. Супруги с восьми детьми в результате пожара оказались в отчаянном положении. Огненная стихия 9 декабря оставила их без крова. Денис Паслер взял дело под личный контроль. Что у нас с семьей? В тот же день вечером семья была отвлечена на дом, который мы определили. Деньги изыскали, сейчас перечислили в локации совет. После оформления надежащих всех документов этот дом будет отвлечен для семьи. Семья довольная. Закрыт не только вопрос с получением жилья, но и с покупкой продуктов и одежды для Погорельцев. Еще одна острая тема, которую затронули участники заседания – необходимость роста прожиточного минимума. В 2022 году на федеральном уровне он составит 12 654 рубля. Для оренбуржцев – чуть более 11 тысяч. Обсудили члены правительства и порядок получения единовременных выплат семьям с тремя и более детьми для улучшения жилищных условий. Размер компенсации составит 300 тысяч рублей. Срок оформления документов на их получение сократится с 6 месяцев до 60 рабочих дней. Сейчас в очереди порядка 700 семей. Анна Втюрина, Игорь Бероев, Новости дня. Депутаты законодательного собрания области готовятся к очередному заседанию, где главным вопросом будет второе окончательное чтение бюджета на 2022 год. Изменения, которые были внесены в главный финансовый документ, обсудили на заседании профильного комитета. Обсуждение бюджета на ближайшие три года подходит к финишной прямой. На все поправки, а их ко второму чтению поступило 117, дано заключение правительства области. Сегодня прошло итоговое расширенное заседание комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике. Я считаю, что работа была проведена очень качественно, очень плодотворно, с участием каждого депутата. Более чем на 1 миллиард рублей поправки внесла фракция «Единая Россия» в областном парламенте. Дополнительные средства предложено направить на ремонт детских садов, колледжей и музеев, на обеспечение жильем детей-сирот и строительство спортивных площадок. Фракция «Единая Россия» вносит 14 содержательных поправок по бюджету 2022 года. Фракция их сегодня публично озвучила. Все поправки согласованы с Министерством финансов и правительством Оренбургской области. Правительство также поддержало ряд поправок от фракции ЛДПР. Речь идет об увеличении средств на особую экономическую зону и на предоставлении единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка. Коммунисты и «Справедливого Россия» тоже внесли свои поправки по поддержке образовательных учреждений, сельских медиков, детей войны. Но их предложения не нашли поддержку по объективным причинам. Это отклонение связано с качеством, конечно же, качеством работы над подправками, обоснованностью этих поправок. Ну и, конечно же, в некоторых случаях они были, некоторые из поправок уже были учтены губернатором. С каким бюджетом область войдет в 22-й год, станет известно уже 16 декабря на заседании законодательного собрания, где депутаты примут окончательное решение по распределению средств. Светлана Семенида, Владимир Жидов. К другим темам. Вместо икры – песок. Предприниматель Изорска пострадал от рук мошенников. Бизнесмен заказал крупную партию деликатеса, но вместо обещанного получил коробки с песком. 29-летнему предпринимателю ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Пострадавший пояснил, за крупную партию икры он заплатил свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что он нашел объявление о продаже красной икры в одном из мессенджеров. Завязалась переписка с неизвестным. Договорились о покупке 300 килограммов деликатеса. После того, как вся сумма была переведена на счет, Арчанин стал ждать груз. Однако при распаковке увидел, что вместо икры в коробках был песок. В полиции вновь предупреждают жителей региона быть бдительными и осторожными. Сейчас прервемся, и вот что будет в нашей программе дальше. В Оренбуржье безработных стало меньше, а в каких сферах могут предложить работу жителям области. У педагогов Оренбуржья повысится зарплата. Кого коснется новое постановление правительства области. Выпускной в школе фермеров. Оренбургские аграрии завершили обучение. Это новости дня. Мы продолжаем. В Оренбургской области за год число безработных уменьшилось в 4,5 раза. Об этом сообщают в правительстве области. Сейчас в центрах занятости зарегистрировано порядка 10 тысяч соискателей на вакансии. Уровень регистрируемой безработицы чуть больше 1%. В 2021 году работодатели области заявили почти 114 тысяч вакансий. Для сравнения, в 2020 их было 99 тысяч. На декабрь в компаниях и предприятиях Оренбуржья регистрируется около 16 тысяч свободных мест. В прошлом году работодателям в начале декабря требовалось почти 12 тысяч работников. Большая часть из всех вакансий за год – 66% по рабочим профессиям. Треть – для специалистов среднего и высшего звена. Как отмечают в областном правительстве и профильном министерстве, регион практически преодолел кризис на рынке труда, вызванный пандемией коронавируса, и пошел в рост. Во многом это произошло за счет серьезных мер государственной поддержки работодателей, специальных программ помощи бизнесу из пострадавших отраслей и сбалансированной социально-экономической политики региона в целом. За январь-ноябрь 2021 года при содействии службы занятости постоянную и временную работу в Оренбуржье нашли более 44 тысяч человек. Первый выпуск – школы фермера в Оренбуржье. В Оренбургском государственном аграрном университете состоялось вручение дипломов о профессиональной переподготовке. Обучение проводилось в рамках реализации Всероссийского образовательного проекта. Торжественная церемония награждения. На сцену один за другим выходят специалисты аграрного дела. Выпускники – совсем начинающие и уже успешные предприниматели, которые знают, что лишних знаний не бывает. В сценах нашего университета дан старт непрерывному образованию, образованию через всю жизнь. Школа фермов – это часть проекта, когда фермеры могут повысить свою квалификацию, получить или пройти профпереподготовку. До финала успешно дошли все 26 слушателей школы фермера. Три месяца на базе Оренбургского государственного аграрного университета они получали знания по экономике, юриспруденции, кадровым вопросам и менеджменту, а также маркетингу и эффективным продажам. Практику студенты проходили на ведущих сельскохозяйственных предприятиях области. Впоследствии защищали дипломные проекты. Для нас очень важно, потому что особенно в сфере развития фермеров, начинающих фермеров, в свете будущих грантовиков, которые будут работать, чтобы они имели полное, конечно, и профессиональное образование, потому что часто, начиная фермерское движение, хозяйство иногда теряет свой потенциал только из-за того, что есть какие-то элементы незнания, каких-то ошибок. Вот в этом плане, конечно, лучшие педагоги, специалисты, практики занимались фермерами. Это первый выпуск для Оренбуржья, но, надеются, в Министерстве сельского хозяйства области не последний. В профильном ведомстве поясняют, будут выходить с инициативой в федеральный центр, чтобы данную программу, которая показала свою результативность в нашем регионе, продлили и на следующий год. Анастасия Кубатко-Игорь Бероев, Новости дня. Обновление в школе, ремонт дома культуры, а также новая техника и книги в библиотеке. Такие изменения в поселке Бердянка появились в течение последних лет в результате выполнения наказов избирателей в 19 округе. Работы проводились при поддержке депутата Оренбургского городского совета Алексея Кузьмина. Все подробности далее. В Бердянской средней общеобразовательной школе ученики на дистанте. Ждут уроков учреждения. Тем более, что условия стали комфортнее. На их улучшение депутат Оренбургского городского совета Алексей Кузьмин выделил миллион. Капитально отремонтированы мастерские, классы домоводства. Проведены холодная и горячая вода в кабинетах начальных классов, химии и лабораторном кабинете. 50 лет уже школе и самому зданию, поэтому возникла необходимость. Изменения и в доме культуры поселка. Реконструирована сцена, заменено ее покрытие, место полностью освещено. К тому же в зале старые кресла сменились современными. Обновлены еще и системы отопления, эвакуационные выходы. В библиотеке на втором этаже теперь техника для работы и дополнительные книги. Вот новые книги. Это получила я в прошлом году. Получается 267 книг. Вот от Алексея Геннадьевича Кузьмина, и который перед вами лежит, ноутбук. Мы попросили цветной принтера, нам он необходим. Принтер привезут в январе. Оперативно реагирует депутат Оренбургского городского совета Алексей Кузьмин и на другие проблемы в Бердянке. Касающиеся благоустройства или проблемные вопросы в поселке, все у нас решаются при участии депутата городского совета Алексея Геннадьевича Кузьмина. На следующий год по наказам выделен миллион на асфальтирование части улицы Южной и 300 тысяч рублей на участие в программе инициативного бюджетирования на благоустройство общественных территорий в поселке. Елена Еремина, Алексей Назин. Новости дня. Мы продолжаем. В Оренбурге прошло заседание Координационного совета содействия занятости населения. Представители бизнеса, промышленных предприятий и областного правительства встретились в конференц-зале библиотеки имени Крупской. Оценить результаты проделанной работы и определить, куда двигаться дальше. У экономики Оренбургской области большой потенциал, считает вице-губернатор Игнат Петухов. Экономика мира очень сильно меняется, и все больше и больше появляется креативных индустрий, все больше становится малого и среднего предпринимательства. У нас же в стране традиционно эта цифра в районе 17% от экономики находится. В некоторых странах Европы, в Азии малый и средний бизнес занимает 60% экономики. Необходимо сохранить то, что уже существует, и в то же время уделять внимание новому перспективному бизнесу. Сейчас 52% предприятий в Оренбурге промышленные, из них около половины специализируются на добыче полезных ископаемых. Современный бизнес должен быть ориентирован на людей, в том числе на сотрудников, отметил вице-губернатор. Некоторые из присутствующих уже могут гордиться тем, что обеспечили на своих предприятиях безопасные и комфортные условия труда. За это отмечены наградами регионального этапа конкурса Российская организация высокой социальной эффективности. Газ может быть безопасным только при условии обязательного соблюдения правил его использования. О чем следует помнить при эксплуатации газового оборудования в зимний период. Смотрите далее. В зимний период особенно важно обращать внимание на состояние домоходов, ведь их обмерзание может привести к нарушению тяги и попаданию угарного газа в помещение. Наличие тяги и исправность газовых приборов – гарантия безопасности их использования. Следует избегать ситуации, при которых возникает обратная тяга. При работе газоиспользующего оборудования форточка должна быть открыта, то есть приток воздуха для сжигания газа необходим. Сейчас пришел осенне-зимний период, люди не открывают форточки, потому что холодно. Но это неправильно. Я вам сейчас продемонстрирую то, что происходит с тягой при невыполнении элементарных правил. Зачастую в наших квартирах стоят принудительные электромеханические вытяжки над плитами. При включении этой вытяжки воздух также забирается с того же помещения, где и работает газоиспользующее оборудование. Принудительная вытяжка, она электромеханическая, она сильнее тяги, которая создается естественным путем. Поэтому в результате работы, одновременной работы этих приборов происходит опрокидывание тяги, что приводит к негативным последствиям и влияет на жизнь и здоровье людей. Ежегодно в дома и квартиры оренбуржцев приходит газовик. Цель визита – проверить работу газового оборудования, выполнить его техническое обслуживание, провести инструктаж и ответить на вопросы абонента. Сегодня на предприятии выполняются все мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников и населения, с которым они постоянно контактируют. Уровень коллективной иммунитеты составляет 99%. Проведение ежегодных профилактических мероприятий – обязательное требование безопасной эксплуатации плиты, котла или колонки. Газпром газораспределения Оренбург не прекращало их выполнение даже в разгар пандемии. В зимнее время убедиться в безопасности работы газового оборудования особенно важно. Подать заявку на проведение работы в удобное для абонента время возможно дистанционным способом на сайте obelgas56.ru. Контактная информация находится на сайте общества. При запахе газа следует незамедлительно звонить по телефону аварийной диспетчерской службы 04 или 104 с мобильного. Проект «Универсальная карта Оренбуржца» продолжает активно развиваться в регионе. Современный многофункциональный инструмент уже оценили тысячи жителей Оренбургской области. Одной из популярных функций у пользователей карты является электронный полис обязательного медицинского страхования. Все подробности прямо сейчас. Универсальная карта жителей Оренбуржья – своеобразный ключ к городской инфраструктуре. Сегодня единый пластик заменяет уже несколько бумажных документов, в том числе полис обязательного медицинского страхования. Цифровой аналог можно использовать при обращении в регистратуру поликлиники и для записи на прием к врачу. Он уже работает в более чем 170 учреждениях региона. В сфере здравоохранения карта может использоваться взамен полиса ОМС – это все медицинские учреждения государственного направления. При обращении в регистратуры ее можно предъявлять взамен бумажного или отдельного пластикового полиса ОМС. Это позволит производить идентификацию. Карта жителя является также носителем электронного рецепта для получения льготных лекарств. Это экономит время, пока мы ждем у врача, он выпишет нам рецепт, пока мы сходим, поставим несколько печати на данный рецепт. А это все прям вот за какие-то считанные минуты. ВТБ – первый и пока единственный банк в Оренбуржье, который выпускает универсальную карту жителя региона. Единый пластик становится все более востребованным у населения. С момента старта массовой эмиссии банк принял свыше 4000 заявок на выпуск этого продукта. Большинство держателей ее используют не только как банковскую карту, а также как транспортное приложение, скидочную карту при оплате товаров, услуг, а также как инструмент доступа к сервисам МФЦ. Большинство клиентов ВТБ данный многофункциональный пластик используют также как электронный полис ОМС. Оформить универсальную карту жителя сегодня могут оренбуржцы старше 14 лет в любом региональном отделении ВТБ. Ее изготовление и использование является бесплатным. Татьяна Штылер, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. В преддверии Нового года аптеки «Планета здоровья» спешат порадовать своих покупателей марафоном подарков. Лучшие европейские производители, товары для всей семьи, полезные подарки по приятным ценам. С 15 по 21 декабря здесь действует целый ряд акций и специальных предложений. Тематические дни на «Планете здоровья» уже добрая традиция. В это время по очень приятным ценам можно купить лечебную косметику лучших европейских производителей. Товары для мамы и малыша, витамины, продукты для здорового образа жизни, спортивное питание и многое другое. От лица аптек «Планета здоровья» поздравляю всех жителей и гостей Оренбурга с наступающим Новым годом. Желаю счастья, благополучия, тепла семейного очага и, конечно же, крепкого здоровья. Чтобы будущий год прошел активно и бодро, приглашаю вас в «Планета здоровья» за полезными подарками для ваших близких с 15 по 21 декабря. Для покупателей действует бонусная программа «Здорово». Приобретая подарки, вы накапливаете бонусы, которыми можете оплатить до 80% ваших будущих покупок. А еще есть удобное мобильное приложение. Оформив заказ дома или в офисе, уже через 20 минут его можно забрать в аптеке. Первый раз покупаю подарки в аптеке и приятно удивлен, насколько большой здесь выбор. А главное, все это за заботой о здоровье. В этом году «Планета здоровья» признана победителем Международной фармацевтической премии «Зеленый крест» в номинации «Аптечная сеть года». Не останавливаясь на достигнутом, она активно развивается. Аптеки «Планета здоровья» приглашают фармацевтов стать частью амбициозной команды в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и 100 других городах России. Подробности по телефону 8 800 755 20 02. Сейчас об отключениях в связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения. 15 декабря с 10.00 до 15.00 будет ограничена подача электроэнергии в Оренбурге по улицам Илекской и Невской. Также в среду не будет света в подгородней Покровке и в садовых товариществах авиаремонт, дубки, труд тубки и в поселке Раздольское. Время отключения, а также адреса сейчас на вашем экране. Будьте внимательны. Филиал публичного акционерного общества Россети Волга Оренбург Энерго просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98 48 48. Это все новости дня. Вернуться к этой программе и другим нашим проектам вы всегда можете на сайте орттв.ру. Присоединяйтесь также к группам телеканалов в социальных сетях. А прямо сейчас рубрика о погоде не только. До встречи в эфире. Зашла двумя ногами, вышла, ну, без ступней. Ты живешь-живешь и не ждешь, что с тобой не готовишься к этому. То есть с тобой это происходит раз, и ты оказался вот в этой ситуации сам наедине с собой. Ирина говорит, стать инвалидом – это оказаться в другом мире, правила которого не знаешь. По результатам опроса общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» больше половины людей, которые потеряли конечности, не получали никакой реабилитации просто потому, что не знали о ней. Именно для этого «Опора» и начала свою работу по всей стране и в Оренбужье, чтобы помочь инвалидам, перенесшим операции по ампутации конечности, которым необходима ранняя реабилитационная помощь. Чем скорее человек увидит положительные примеры восстановления жизненных функций, тем будет лучше. То есть он не испытывает такого стресса, он быстрее может реабилитироваться, восстановить навыки ходьбы и стать полноценным членом общества. Станислав знает, о чем говорит. Он сам стоит на протезах. Оренбургское отделение «Опоры» зарегистрировало юридическое лицо и приступило к работе в начале этого года. И уже помогло десяткам инвалидов. Ведь «Опора» сумела выстроить отношения с социальными, медицинскими и пенсионными службами, стать эффективным переводчиком между большим государством и конкретным человеком. Мне кажется, что это проблема не только государства, но и общества в целом. Наличие общественных организаций, которые защищают интересы инвалидов, я думаю, что это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин